делаю примерку связала уже вперед отпарила и на металла здесь наметка немножко разлезлась все получилось нормально получается нормально так а вот рукав буду перевязывать так здесь все хорошо и длина а здесь окат получился очень остро надо так где-то сюда увеличить это и по сантиметру и закрыть более плавно короче девочки спрашивают как быстро можно связать а вот так можно связать свяжешь а теперь неправильно надо распускать теперь я распустила ту часть которую буду вязать немножко по-другому то есть шире остался этот клубочек в стороне а я закрыла вручную вот эти стороны где уже связано вот у меня еще один целый клубок я думаю его должно хватить на 2 рукав я как раз из узела немножечко эту часть потому что со страхом что мне не хватит не так мы еще и сейчас не уверена что и будет вполне достаточно и сейчас распарю этот клубочек малюсенький что потом использую его дальше когда буду вязать 2 уже рука а здесь будут обязывать так самое видное место все-таки таким клубком новеньким целеньким а это называется что-то с чем-то я распустила полностью переднюю часть потому что у меня не хватает ниток вот уже нашла такие и магазине таких нет искать по другим магазинам это напрасный труд короче собираюсь как-то что-то делать перевязывать или или укорачивать или как-то с чем уже говорит ты бы уже руками уже давно довязывал не довязывала внуру вручную руками когда вяжешь не на ну тоже конечно должно быть нормально ниток но все равно как-то можно сориентироваться быстрее а тут же досталось я взяла хорошо что я такая умная взяла взвесила рукав который уже был связан и те нитки которые осталось остались и осталось намного меньше чем еще надо было вязать рукав теперь пришлось приходится как я могу что сделать мне надо тогда перевязать переднюю часть то есть добавить какие-то нитки но вплоть до того что хотя бы полосы пущу потому что что делать не ходить с одним рукопом а еще ж надо и горловину сделать в общем короче короче я в процессе сегодня уже какое число 23 наверное я говорю что можно связать за два-три часа свяжешь не связать можно а потом рассчитать а потом чтобы это еще все совпало короче у меня все эти расчеты и на кухне и на столе там и компьютер включен все смотрю еще еще и смотрю потому что думаю может как-то с по схемам может как-то как сделаем поменьше ну где-то надо искать и резервы ниток сегодня сделали такую покупку крупную одну из крупных вот такую мультиварку и сейчас уже делаем первое блюдо у нас был творог осталось вот 6 минут для того чтобы приготовился сейчас покажу вот такого такая творожная запеканка сейчас посмотрим что с этого получится должно быть вкусно потому что пахнет уже на всю кухню причем практически никаких сил не прикладывали ну вот книга рецептов здесь очень много рецептов так что будем готовить здоровую вкусную быструю пищу а то мы все время жалуемся что мало у нас времени времени не не хватает ни на что так что вот так сегодня у нас завершается день после работаем с мужем встретились после его работы после моей не работает и сейчас вот без 15 9 наверно даже пробу будем будем снимать обязательно написать вот так так что подписывайтесь на наш канал будем готовить вкусные диетические полезные рецепты полезные блюда муж смеется ну ясно вы поняли не рецепты будем готовить блюда по рецептам книги по рецептам других по по рецептам того что знаем будем применять все готовить кушать вот такая она внутри керамическая чаша на 4 литра подогревает или тен есть верху ну будем смотреть вот такое первое блюдо которое мы приготовили я показываю вам как я буду чистить печень еще начинается сегодняшний день этой чистки почему я решила это показать потому что на втором моем канале у меня многие знают что есть второй канал я там уже рассказывала и показывала что выходит с печени или с печени ли желчных и ну не важно откуда многие спорят по этому вопросу я не буду сейчас об этом говорить я это делала делаю буду делать и вот после чисток чистки лимфы который тоже предшествовала чисткой печени я решила опять сегодня благоприятный день и решила это сделать что меня еще подвигло меня еще подвиг человек который позвонил с москвы и сказал что он что он это делал по моему видео у него месяц назад очень хорошо все это получилось и поэтому хорошие результаты поэтому сегодня он будет это делать сегодня воскресенье не помню какое число двадцать четвертое наверное января 2016 года и я решила тоже так как это для меня ну уже не есть что-то новое я решила тоже сделать вместе с ним поддержать его на таком большущем расстоянии вот сегодня воскресенье начинается день я показываю я конечно еще выпила конечно чашечку кофе но это такое дело сходила в туалет все нормально желудочно-кишечный тракт после очистки лимфы работает намного лучше ну потому что этому тоже предшествовало свое очищение кишечника если кто видел то прекрасно это все по ним понимает конечно под этим видео многие не соглашаются с такой чистка я согласна что она не всем подходит потому что это хорошее такое ощелачивание организма этими цитрусовыми кислыми в основном получается кисло сладкая такая смесь но я говорю о сегодняшнем не значит смотрите я приготовила себе салат вы уже увидели это морковка это капуста белокочанная которую я натерла на крупной терке добавила сюда морскую вот капусту обыкновенная 2 оливки и сейчас делаю такую заправочку но я люблю такую поэтому сейчас конечно много специи нельзя я обычно ложу намного кладу намного больше поэтому лимонный сок в я чистоловую ложку лимонного сока положила чуть-чуть горчицы чуть-чуть не зернистой ну и и буквально капелюшечку масло у меня ореховое масло и сюда выливаю в эту заправку вот такое будет у меня сегодня такой будет завтрак в этот очищающий день чуть-чуть посолю буквально щепоточку пол щепоточки соли соль у меня морская этот завтрак это завтрак он во-первых легкий во вторых считается таким тоже очищающим потому что это как метелка после туалета он еще почистит хорошо и после этого еще завтраком желательно конечно сделать еще клизму клизму с солью или я рассказывала на том канале какие клизмы можно такие клизмы я предпочитаю хотя я вообще никаких не предпочитаю вот такой у меня получается салатик на сегодня и еще испекла себе такой вот хлебчик на на воде но это кож можно сказать на воде здесь мука гречневая и кукурузная обычная пшеничная ну да пшеничная мука только со трубями ну вот я съем кусочек такого хлеба и с таким салатом все пока на 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 сегодня на самое утро как говорится репортаж заканчивается 12 часов приняла хорошую ванну прогрела весь организм прогревать организм желательно перед этой процедурой где-то дней 5 подряд это ванна это хорошая баня на обед я сварила себе гречневую кашу мультиварки без жира только соль и наверно по половинке съем киви и пол яблока сначала съем фрукты а потом кашу два часа дня полцового вернее налила в грелку воды горячей и сейчас это сказать кладу свое тело на эту грелку и не ложусь на вожу ее кладу ее на правый бок а еще лучше вернее сказать мне надо самой лечь на эту грелку правым боком правой стороной на область печени я ее перекладываю на печень немножко сюда на живот и так буду лежать до 7 вечера до 19.00 и так последняя примерка осталось еще вшить рукава потому что они пока здесь намёточка вот так получилось получился для такой святый рок здесь я прикид для вала так вспомнила этот шоу и плевочный здесь пришлось добавить такие вот разноцветные ниточки остался малюсенький клубочек так что муж говорит все что не делается все к лучшему потому что если было не так достаточно то не был бы мой свитерок такой веселенький так что никогда не расстраивайтесь конечно пришлось его распускать и опять все чуть ли не все сначала делать но тем не менее первых я нашла схемы вспомнила молодцы девочки или женщины которые выставляют в интернете все там написано все можно вспомнить былые времена этого вообще не было я никогда нигде не училась как самоучка сейчас если у кого-то стоит машинка или кто-то сомневается покупать такую машинку или вы и вы еще молоды покупайте в интернете все так хорошо расписано все так красиво рассказано ну просто просто супер ну и у меня вот это еще такое сомнение может быть сюда что-то еще вышить у меня вот такие ниточки немножко остались если кто-то понимает о чем я говорю то подскажите мне пожалуйста может я здесь что-то такое вот или или вообще ничего не делать ну вот это вот так поэтому несколько дней мне пришлось заниматься не сколько вязанием сколько распусканием изучением всего опять думать что сделать как лучше выйти с этого положения ну вот я вышла вот так с положения все во всем доброго и до следующих моих видео а